Они строили наш город, а теперь на заслуженном отдыхе. 1 октября в уютной обстановке историко-крывеческого музея с Днем Добра и Почитания поздравили первостроителей Салавата. Для них сегодня теплые слова благодарности и уважения. В традиции много народов глубоко укремилось уважению к старшему поколению. И этот праздник – возможность обратиться со словами искренней благодарности, подарить тепло души и внимания, которые так ценят и в которых очень нуждаются поживые люди. Дорогие представители серебряного возраста, в этот праздник желаю вам всем несокрушимого здоровья, оптимизма и крепкости духа, душевного покоя, тепла близких, семейного мира и благополучия. Вот когда кто-то приезжает в других областей и говорит, какой у вас город красивый, да потому что вы их строили, вы правильно планировали, и каждый из вас говорил о том, что нет, вот так надо построить, нет, вот это здесь делать нужно, вот таким образом. Вы самые главные люди в городе. Не построили бы, не было бы Салавата, не было бы нашего Газпрома и так далее. Многие сидящие в зале приехали в Салават в составе строительного десанта и навсегда связали свою жизнь с этой местностью. Среди этих людей и Иудат Идиганурович Мазитов, герой соцтруда, как сейчас вспомнит, как возводился комбинат стекольный, оптика и город. В своей постройке, когда я прохожу, значит, если около детсада прохожу, то, думаю, дети там занимаются, воспитываются, там потом школы, люди молодые учатся, значит, это уже знания получают с нашими трудами, все это создано. Ну и дома, вот где, вот дома, около дома прохожу, вот где строил сам. Ну, думаю, вот все-таки люди живут, значит, для людей, это самое главное, для людей все это делается. Конечно, всех строителей, всех строителей, ветеранов я хочу поздравить с сегодняшним днем. Сегодня очень хороший день, притом солнечный день. И всем солнечному дня желаю здоровья, бодрости. И не думайте о старости, думайте только о хорошем. Для почтенных гостей было организовано чаепитие и угощение. А праздничное настроение создавали творческие горожане. Так, чтобы позитива у первостроителей Салавата хватило, как минимум, до следующего года. Никита Черепанов, Дмитрий Клоков, телекомпания Салават.